Ну что же, кажется уже больше месяца я пишу статьи на пульсе от Mail. Настало время подвести итоги. Я знаю, многие авторы жалуются, что вначале у них на пульсе был хороший старт, но потом доход постепенно скатился, стал ниже и не очень радует на данный момент. В этом видео я хотел бы показать, как обстоят дела у меня, что происходит, сколько в день вообще приносит канал. Ну и в конечном итоге вы сами сделаете вывод, стоит ли переходить с Яндекс.Дзена на пульс от Mail и вообще стоит ли площадка того, чтобы на ней что-то писать. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну, собственно, пишу я на пульсе от Mail чуть больше месяца. Начал я незадолго до нового года, но этот период мы не будем учитывать, посчитаем, вот скажем, весь январь. Ну и пару дней в феврале, потому что сегодня уже 3 февраля, ночь с 3 на 4. Там в статистике можно выставить 30 дней, так мы и сделаем. Ну давайте не будем тянуть, перейдем сразу в кабинет паблишера, так называется админка на пульсе, в отличие от Яндекс.Дзена, и посмотрим, что там у нас творится. Ну вот она админка, кабинет паблишера, здесь у нас сейчас стоит график на 7 дней, то есть выручка 8961,65 копеек. Это клики, это просмотры, это читатели, ну в принципе все понятно. Но даже если смотреть на недельном графике, тут у нас проседание суббота-воскресенье. Ну давайте лучше выручку поставим, наверное, поставим выручку, и вот тоже проседание. Заработок у нас был 1107 рублей, и здесь у нас заработок 857, это даже при проседании. В пике у нас тут выходит 1397 рублей, потом 1766 рублей, и вот самое большое, это вот можно сказать сегодня, сейчас посчитало 2033, то есть 2000 в сутки. Ну конечно не каждый день так, но тем не менее за эти сутки канал принес 2000 рублей. Конечно, снять их пока нельзя, но тем не менее. Вот, недельная выручка практически 9000, но нас больше интересует месячный заработок. Давайте посмотрим месячный заработок, поставим 30 дней. Вот такой вот у нас неровный тут прям вот такой вот график. Сегодняшний день он еще не посчитал, 0 рублей, ну то есть обновляется это, конечно, чаще, но еще ничего нету, потому что 12 часов ночи сейчас, минус 100% у нас. Получается, что сегодняшний день у нас был самый продуктивный 2033 рубля. Самое непродуктивное было начало января, 325 рублей, 297 рублей, но там еще меньше было, когда 1 января, ну вот мы посчитаем пока только эти 30 дней, как бы проседание опять же вот у нас, которое мы показывали 857, ну и, кстати, каждое субботу-воскресенье вот так вот 608, 668, сколько бы канал не приносил, но тем не менее вот проседание, а нет, здесь четверг у нас, ну пятница, а вот суббота-воскресенье вырос, что странно, а потом упал у нас в понедельник и опять начал расти. То есть, возможно, прямой прям зависимости от субботы и воскресенья у нас нет, но тем не менее проседания наблюдаются в эти дни. Ну плюс ко всему я по субботам и воскресеньям ничего не публикую, потому что мне лень, хочется отдохнуть. Вот, если посмотреть на выручку месячную, то у нас она составляет 25 761 рубль. Довольно неплохо, скажем так. Кстати, интересно, сколько у нас просмотров кликов было в самый прибыльный день. Давайте посмотрим. Так, 2033 рубля из них просмотры. Ну да, больше всего, кстати, предыдущий день тоже у нас такой нормальный был, 34 тысячи, но если смотреть, то он существенно меньше принес. Ну не существенно, на 300 рублей. Смотрим просмотры, смотрим читатели. Читатели у нас тоже вот этот день в пике, 34 тысячи, здесь 33 тысячи. Незначительная разница, но если смотреть по прибыли, то здесь вот все-таки у нас значительно больше. Дочитываемость 89% довольно неплохая, но мы можем сразу посмотреть за весь период, сколько у нас там принес канал вообще денег. То есть, если за месяц 25 тысяч, давайте выберем, с какого числа я начал писать. Где-то вот, наверное, с декабря. Ну давайте поставим 15, я не помню, потому что с какого числа. И поставим вот сегодняшнее. Сейчас и увидим. Ну вот, я начал писать где-то с воскресенья, 27 декабря. То есть, 3 дня 260 рублей, 484 довольно неплохо. То есть, вот до 31 декабря начинало расти, 686 рублей, а потом резко 1 января упало до 180. Самый низкий доход у нас был 1 января, 180 рублей. Самый высокий, получается, доход был в среду 3 февраля. То есть, сегодня, по факту, 2033 рубля. Ну и вот он постепенно начал выравниваться, расти. Ну вот, по сути, 28 тысяч за все время, 29 практически. Судя по вот этому доходу по 2000, следующий месяц будет более прибыльным. Ну потому что этот не очень много принес, из-за вот этих вот январских праздников. А в следующем месяце январских праздников не будет. Ну вот эти вот проседания меня, конечно, немножко смущают. Ну, тем не менее, возможно, это из-за того, что я ничего не публикую. То есть, публикуешь, доход приходит. Не публикуешь, доход падает. Ну и тут еще раз стоит повторить, что снять эти деньги на данный момент просто невозможно. Есть вот эти 29 тысяч, но ничего с ними сделать нельзя. Ну так вот и что мы имеем по факту. Отличный заработок на пульсе от Mail, который невозможно снять. Ну то есть, я имею в виду, деньги снять нельзя. Из-за этого все происходящее напоминает какую-то игру. Ну, допустим, у меня на мобильном телефоне было приложение. Там кот бегает, монетки собирает. И ты радуешься, когда их много набирается. Там тысяча, десять тысяч, двадцать тысяч, намного больше. Но в конечном итоге ты их все равно не воспринимаешь, как реальные деньги. Как бы тебе радостно, ну и что? Вот отношение к деньгам на пульсе сейчас у меня примерно такое. То есть, они набираются, циферки меня радуют. Думаю, о, как круто. Даже иногда мелькает мысль, что когда-нибудь со временем получится эти деньги снять. Но пока что вот они вот не воспринимаются, как настоящие. Еще один вопрос, который меня немного заботит. А как мы их будем снимать? То есть, будем ли выводить на кошелек? Будем ли выводить на карту? Можно ли будет их и на Юмани на какой-нибудь вывести? Или на карту Сбербанка, может быть, их можно будет вывести? Но вывод, это, конечно, дело второе. Почему? А потому что первое дело комиссия. Будет ли комиссия при выводе? А то, может, у меня вот сейчас 30 тысяч заработано, а будет налог, как на Яндекс.Зене, скажем. Когда ты не самозанятый, и у тебя вычитают 40%. То есть, может, это сейчас подсчитано без этих 40%. И такой, я заработал 30 тысяч, а у меня с них возьмут и налог 13 тысяч выпилят. Ну, так себе перспектива. Если что, майл, не надо так. Я уже зарегистрирован самозанятым. Я и сам могу заплатить 6% налога, как самозанятый. С 30 тысяч 6% это, если я не ошибаюсь, где-то 1800. Ну, там, конечно, не совсем 30 тысяч. 28, 29, ну, тем не менее, примерно там полторы тысячи, наверное, и будет сумма налога. Или же, я не знаю, эта сумма, которая пришла, она уже с учетом налога. Тогда вообще отлично. Ну, то есть, скажем, пришли тебе 30 тысяч, ты 30 тысяч на кошелек и вывел без всякой комиссии. Тогда бы вообще была просто сказка, но я в сказки не верю. Тем не менее, на данный момент мы имеем то, что имеем. То есть, в день приходит по полторы-две тысячи, иногда просто тысячи приходят. Но все равно, довольно неплохие деньги, которые нельзя вывести. Вывести их нельзя, и это главный минус на данный момент. Потому что хочется быстрее их потрогать. А то мало ли что пропадут, исчезнут, налоги с них возьмут. Хочется быстрее вот их себе забрать и все. Ну, вы меня понимаете. Я лично не знаю ни одного автора на Яндекс.Дзен, кому в первый месяц приходило бы столько денег, как сейчас мне приходит на пульсе от Mail. Может, у кого-то и было, что он в первый месяц начал зарабатывать нормальные деньги на площадке. Ну, вот я не слышал о таких историях. Если у вас есть знакомые или вы сами, напишите об этом в комментариях. Но на пульсе сейчас понятно, почему это происходит. Площадка совершенно новая, там еще не так много авторов, и вся реклама, которая вот там выставляется, доход с нее идет тем немногочисленным авторам, которые сейчас там есть. Возможно, на Дзене, когда он только-только-только появился, было примерно так же. Но если кто не помнит, там бы правила были тогда помягче. То есть на первом этапе Дзена не было никаких дополнительных проверок, не было никаких 12 тысяч минут просмотров, было просто набрать 7 тысяч дочитываний. Даже видео на Дзене еще не было. Набираешь 7 тысяч дочитываний, и тебе сразу подключают монетизацию, без какой-либо проверки. Оставалось только документы отправить и деньги вывести. На пульсе, в принципе, проверка есть сразу. Ты получаешь инвайт, публикуешь первую информацию, описание канала, название канала, ее проверяют. Потом публикуешь первые 10 статей. Их тоже проверяют. Если все нормально, то тебе говорят, что все нормально. Если нужно что-то исправить, тебе говорят, что исправить. Чтобы кому-то прям не одобрили канал, такого я, конечно, не слышал. Но я думаю, если там всякую ересь начать писать, то не одобрят. Даже если ты продолжаешь писать статьи, и у тебя что-то не так, тебе могут написать письмо и попросить это исправить. О том, как меня попросили исправить статью про самолеты, я рассказывал в прошлом видео, в подсказках его прикреплю, посмотрите. Так что на пульсе все немножко построже, там, в принципе, все проверяют. Но про случаи бана я еще не слышал. Это видимо связано с тем, что авторы приглашают других авторов, а другие авторы это их знакомые, в которых они уверены Ну то есть из-за расчета, что если ты пригласишь не того, тебе отвечать вместе с ним Ну надо признать, что такая система работает и на пульсе на данный момент нет прям откровеннейшего шлака Ну и плюс они сами проверяют и смотрят, чтобы он в дальнейшем там не появился, вот Ну и тут небольшое уточнение, на следующее утро статистика немного пересчиталась и получилось 2267 рублей Это у нас за вчерашний день, за среду 3 февраля, то есть сегодня у нас уже набирается 433 рубля Хотя времени еще только час дня, новую статью я пока что еще не публиковал Но на пульсе, как я уже говорил, баланс обновляется не раз в сутки, а несколько раз в сутки То есть через некоторое время он опять обновится, ближе к вечеру, там еще вечером, ночью обновляется Вот, и в итоге получается, что у нас выручка за все время 29 532 рубля 36 копеек Если посмотреть месячную, давайте перейдем на 30 дней график У нас за месяц выходит уже 26 428 рублей 90 копеек Вчерашний день в итоге остается самым прибыльным 2267, но вот предыдущий день у нас 1766 Но при этом, если посмотреть по читателям, то он не сильно выделяется То есть здесь было 34 719, а здесь у нас было 33 398 Это, видимо, связано с тем, что реклама на пульсе расставляется совсем по-другому, не так, как в Яндекс.Дзене Ну, в Яндекс.Дзене возможен только один рекламный блок, здесь, возможно, несколько То есть, возможно, я в этот день опубликовал какую-то длинную статью, на которой было несколько рекламных блоков К тексте статьи, это не как на Дзене, то есть там один на Дзене вставляется рекламный блок И все, и никуда не деться от него Ну, то есть один в тексте, один внизу на Дзене Либо сейчас немного по-другому, один сбоку, один внизу На пульсе же рекламные блоки встраиваются в тело статьи Причем, как я понял, их может быть вообще несколько, но я такое видел Все зависит от длины статьи Ну, а так, если смотреть, то тут, в принципе, и клики не сильно выше между вот этими двумя днями И просмотры не сильно выше между этими двумя днями Этот день у нас еще только набирается Еще посмотрим, сколько он принесет, но по выручке, допустим, вот этот вот день у нас в пике оказался Разница между ними 500 рублей Я считаю, что это прям существенная разница На некоторых площадках это вообще иногда в плохие дни суточный доход получается Ну, собственно, на данный момент у меня все Все, что хотел, рассказал Будем смотреть, как оно дальше пойдет Упойдет или вырастет доход Вот Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока!